Присаживайтесь. Присаживайтесь. Ставьте. На стол еще поставим. Ставьте. Бачкас. Садись прямо на скамейку. Вот. Вот. Бачкас. Вот. Там никого нет. Ты прошел. Посмотри, а там кто приехал. Посмотри, а там кто приехал. Может зайти. Может с администрацией. Опоздавшим. Так. Долго я вас не задержу. Просто напомню немножко. Ради чего мы сегодня здесь собрались. И приведу на память исторические данные. Архивные. Сегодня у нас. Мы отмечаем 23-й год. От возрождения Потеряевки. Вот. Этот поселок Потеряевки. Вот. Я спрашиваю, почему так он называется. Называется он по первому основателю деревни. Первый поселился был фамилием Потеряев. И поэтому так называется Потеряевки. Много было. В средствах массовой информации. Там заголовки такие даже писали. Кто. Потеряешься, не растеряешься. Потеряевка. Потерялась, но нашлась. То есть. Такие. Они журналисты любят что-нибудь такое. Вы думаете. Потеряевка. Значит оставался в 1818 году. Да. А Корченов в 1925 году. Все Корченские когда узнали. Это у нас архивные данные. Мы из краевого архива взяли. То Корченские даже как-то обижаются. Как так? Мы Корчена и мы вроде моложе потеряевки. Ну. Что мы сделаем. Архивные данные так говорят. Архивы есть. Вот. До 1971 года Потеряевка было как населенный пункт. И вот такие данные. Тогда называлась это Потеряевка. Эрмачихинской области Каменского уздезда. Алтайской губернии. Было 81 хозяйство. 176 душ. Это на 1926 год. Мужского пола. И 169 душ. Женского пола. В 1963 году в Потеряевке проживало около 200 человек. Был составлен проект и чертежи поселка из расчета на 700 человек. В 1970 году строили новые улицы. То есть должен быть развиваться поселок. Хотели какое-то предприятие построить здесь чтобы было. Но резко политика изменилась в партии. И в 1972 году поселок исчез. На алтаре. Это тоже инсорктивные данные. Более 300 деревень прекратили свое существование. То есть деревню разрушали не бульдозерами. Нет. Первым делом, что самое главное, это прикрывали школу. Сегодня появляются в средствах массовой информации такие, значит, тоже опасения. Что если, говорят, школы, где закрывается школа. Даже сегодня поселок там, деревня прекращает существование. Люди разъезжаются. Школа это как, скажем, градообразующая ячейка такая. Так было у нас. Школу закрыли. Люди стали разъезжаться. Потом прикрывать там эти хозяйства. Молочь за товаром. Это ферму. Овцеферма была. Там птицеферма. Кониферма была. Все это. Перефодить. Ну и все. И в 1972 году уехали последние наши родители. Киргизия. Вот. Но мы всегда каждый год тянули сюда. И мы где бы ели обязательно на недельку. На две приезжали сюда. Жили там где-то в соломенной куче. В шалашах. Делали. Но рыбу рыбачили здесь. Рыбы здесь много, конечно. Рыба у нас очень такая хорошая. Почти как стерлиц. Гальян. Костерлий мало. Вот. Это в 1991 году. 14 мая было. Я приехал сюда в 4 часа дня. Со мной были еще две сестры. Надежда Васильевна. Жена старшего брата Игнатия. И одна еще рабобожья Валентина. Собой я привез в Киргизии ехал я. Привез с собой 8 гусят. Две курочки одного петушка декоративного. Вот. Но на другой день мы уже утром купили корову. И была у нас уже корова. Вот с этого начиналось. В то время, когда начинали мы строить. Было такое время, что невозможно было где-то купить мешок цемента или там до 40 кубометров. Это все было очень трудно. Частные руки цемент продавали. Только 50 кг можно было купить. Поехал я на завод. 50 кг, говорит, пожалуйста, продадим больше. Не имеем права. А как? Ну, говорит, возьмите где-то доверенность в каком-то хозяйстве. Пришлось мне в совхозе договориться. Дали доверенность. Я беру как бы на совхоз. Тогда только цементовоз цементу привез. Вот таким досок нужно было. Заявление пишет в правительсполком. Мы собрались полком. Там все депутаты собираются решать. Решают продать или не продать 10 кубометров досок. И мы в то время начинали. На нас говорили. Ламкины, говорит, или дураки, или какие-то дураки, аферисты. Что-то, говорит, задумали делать. Но мы, говорит, не поймем пока, что еще. Это власть имущая, говорили в районе. Трудно было зарегистрировать. Но местные власти очень негативно отнеслись к этому. Пришлось мне поехать в Москву, в Думу. Там был у нас знакомый депутат, отец Греб Викунин. Кто-то, может, слышал о нем. Знает, кто-то и сидел. Он сидел в свое время. Он провел меня там по комитетам, по Думе. Я в сапогах там походил свои. Было это ноябрь месяц уже. И после этого мнение местных депутатов начальства изменилось. И получилось так, что за 23 марта 1992 года мы получили уже документ, подписанный тогда Суриковым, председателем Краевого Совета, что восстановить поселок потеряется. Вот он такой документ. Выглядел он в печати. Значит, все. Здесь гласит так. Рассмотрев материал о восстановлении статуса бывшего поселка Потеряевка Хорчинско-сельского совета Монтовского района и руководству из указов Президиума Верховного Совета РССР по 17 августа 1982 года о порядке решения вопросов административно-технического устройства РССР Малый совет Краевого Совета народных депутатов решил восстановить поселок Потеряевка Хорчинско-сельского совета Монтовского района и обязать начальников и управлений комитетов администрации Края председателям Монтовского районного совета народных депутатов провести соответствующие мероприятия связанные с изменениями административно-технического устройства Края. Вот второй пункт по сей день так и никто не пытался его исполнить. Мы пытались много, но все было безрезультатно. По сей день так боролись, чтобы земли как-то нарезали. Невозможно ничего. Но, по милости Божией, мы существуем по сегодняшний день. Было трудно со школы, открыть школу. Также, наверное, районная сессия решалась, разрешить или нет нашим ученикам учиться, как все граждане России учатся. Наконец пришли, долго решали. Были мы на сессии с Игорем Барабашом, староста нашей деревни. Наш был, кажется, седьмой вопрос. А впереди решали вопросы такие, что, представь, установить или нет, как установить умывальник на базаре? Кто будет его установить, умывальник, чтобы могли протасы руки помыть? Куда сдавать пустые бутылки? Пункт по приему, пустые бутылки установить надо. Выступает начальник милиции. Проблема. Знаем, что кто и где гонит паленую водку, но ничего не можем сделать. Вот такие вопросы. Потом наш вопрос. Долго торгли его? Больше часа, наверное. Наконец выступил один. Он был руководитель строительной организации, немец. Он говорит, я не пойму, мужики, вы же русские. И мы вас, русские мужики, просят. Что они просят у вас? Ничего, только чтобы дать им жить. И вы говорите, я не пойму, а почему вы так против этого? Учителя у нас дипломированы, которые заканчивали университет обыкновенный в Барнауле. Надо посмотреть еще, как они учились. Какие дипломы? Вроде не купленные дипломы были в 1990 году. Но наконец решили так, что наша школа, как бы она филиал от Корченской школы. То есть наши учителя состоят в штате Корченской средней школы. Наши ученики за девятый класс сдают экзамены там, в школе. Ну, слава Богу. И вот что-то такие по школе. 17 лет существует уже К-школа. Всего за 17 лет было четыре выпуска девятого класса. Четыре выпускника были, которые с отличием выпустились. Барабаш Мария, Желтухина Екатерина, Барабаш Теретий, Глушкова Анастасия. Четыре выпускника Никитина, Глушкова, Шадрина и Глушкова Ана закончили учебу на 4 и 5. Шесть отличников-хорошистов продолжают обучение в вузах Барабула и Новосибирска. В Новосибирском медуниверситете Желтухина Екатерина учится. В Алтайском госуниверситете заканчивается уже обучение Барабаш Маша. И в политехническом учится Теретий, брат ее. В Аграрном учится Глушкова Катя и в госуниверситете Глушкова Настя. И в Московский экономический и финансовый институт учится Никитина Настя. Остальные учатся в колледжах и техниках Глушкова Анна, Шадрина Александра Густинов, Никита. Вот такие данные у нас по школе. Ну что сказать еще? На сегодняшний день меня спрашивали, вот приезжают отцы, спрашивают даже, какая была некая помощь от государства. Я говорю, самая большая помощь была нам. Неоценимая помощь, что за все время, серьезно, нам никто из властей не помешал. Ни разу не было. И окружающие жители как-то с таким каким-то, скажем, к нам относились, ну доброжелательно, скажем так, доброжелательно. В первые годы находились даже такие, которые помогали нам. Сегодня эта помощь, она показалась бы смешной, чтобы привезти, допустим, сеновоз старой гнилой соломы. Но нам нужно было делать саманные кирпичи, для нас это было, у нас не было ни техники, ни лошади, ничего. И вдруг нам привозят этот соломы, мы были очень этому рады. У нас не было ни одной доски, вдруг приходят в воскресенье два самосвала, полные деревянных ящиков там, с Корченской торговой базой. Куда вывалить, говорят здесь, где такое, ну я такой, куда вывалить? Я что, ничего нам сказал директор, увезти и вывалить вам эти ящики. Представь, мы тогда разбирали эти ящики, был, помогал, разбирал, он что знает, Вощенко. Саша, он был Алексеем, там парнишком был, он здесь эти ящики помогал нам разбирать, он был. Мы тогда стали уже из этих ящиков там городить что-то, сарайки делать там уже, шалаши какие-то, уже было. Из леса там сквали на себе бревна, спилим там осину какую-то, на столб или куда-то, и веревками ее тащим. Подъезжает однажды человек, вы что делаете, мужики? Вы как первобытные какие-то, что ли? Ну так у нас нет ничего, вкинулись, лошадь туда-сюда, никто не продает лошадь. В колхозы не продают лошадь. Прошло дня три, в воскресенье мы только помолились, молились, палатка была разбита, там Игнатий Тихоновичу подарили, где-то воинская палатка. Мы помолились, послужили, вышли, человек приезжает в саде на лошади, так, где такой? Ну я такой. Вот, слазит с лошади, седло снимает, седло говорит мое, а эта лошадь, судечка, это ваша. Я говорю, что? Директор сказал вам отвезти, и все. Я говорю, что? Ну ничего, он сам разберется, вот вам лошадь. Ну все, изумруд уже есть у нас. Мы на другой день уже придумали, там, тяжи сделали, там, хомут соорудили. Уже мы на изумруде таскаем бревна. Ну а потом он приехал, через дверь приводит квитанцию, чтобы продали нам мясо конина, там это, как бы это, и рассчитаться там. И рассчитались, там, тысяча триста, что ли, все. Вот такие были, помощь была. И много-много таких, которые сегодня это помнят, при нашем сегодняшнем благополучии, ну, кажется, незначительные. И даже, может кто-то посчитать, что это оскорбительно, что ты мне там привез гнилой соломы, там, это, у меня вот сколько очуков навалено. Понимаете? А в то время это было, ах, представь, у нас солома. И теперь мы на другой день уже, когда лошадь появилась, уже не ногами глину вместе, вот ногами топтали соломы. А мы лошади теперь, круг сделали большой, и лошади уже натаптываем, дело у нас пошло уже, как бы, сказать, конвейер пошел. А, да, конвейер. Мы за день уже делаем там не одну сотню этих самонин, кирпичей. Вот так вот это все было. В то время была еще партия. Когда узнали, что мы здесь селимся, и палатку уже разбили, приезжает однажды в воскресенье Черная Волга. Подходит Волга, выходят из нее все культурные в галстуках люди какие-то. Но мы сразу, кто на Черной Волге? Это КГБ приехало. Значит, все, наверное. Ну, подходит доброжелательно, здороваются люди, четверо их было, все по ручке здороваются, приветствуют. Ну, как вы, да что там? Ну, мы хитрые, как они все это осуждают, подъезжают. Ну, оказалось, что приехал, значит, председатель там сельсовета, депутат местный, первый секретарь райкома партии, это тогда был как глава района он, ну, и с райисполкома там кто-то. Ну, и вот все. Давай нас, значит, уговаривать, сватать, да не селитесь, здесь нет, вы ему в любой деревне, мы вам сейчас квартиры дадим, там, вот хоть в Катниково, в Грищинске, в Вермачихе, там, квартиры дадим вам и работа будет, все, только здесь не надо селиться. Почему? Мы вам ничем не сможем помочь, у нас нет никого у бюджета, там садик развалится, там в школе крыша, бежит, не можем починить крышу. Ну, а пошли мы на берег пруда, и с этим, первым секретарем Куфаев, вот такой, Александр Алексеевич Куфаев, потом он был заместителем губернатора по сельскому хозяйству. Ну, прошло, и вот мы там сели, он понимает, что, я понимаю, что вы хотите, но я ничем не могу вам помочь, говорит, нет, у меня ничего нет. Я говорю, у вас есть, вы можете помочь, чем? Я говорю, дайте слово, какое-то угодно, но твердое, что вы не будете нам мешать. Он, вот это я вам обещаю. И потом, когда он уже, будучи заместителем губернатора, заехал сюда, ну, мы все, пошли, я его завел в храм, вот, когда храм у нас был не так оборудован, ну, уже, смотрите, там, все, в школу завел, там все, да, сколько труда. Я говорю, это благодаря вам, Александр Алексеевич. Как? Ну, вот, вы же обещали помочь. Ваша помощь нам помогла в этом. Какая? Он так, какая? Я говорю, ну, обещали не мешать. Он, и что, я говорю, за все время никто ни разу не помешал. Вот такое было. Так. Конечно, взять, если по человеческим силам, то это бы, казалось, сделать невозможно. Я сегодня, по прошедствии этих лет, смотрю на то, что мы делали, как я дом свой строил, теперь крышу, как вот это, храмы останавливали. Я посмотрю и думаю, да невозможно, это как это? Да сегодня я, да я ни за что уже никак не взялся. А тогда какое-то было, вот крышу делаем, а я ни разу такой крыши не делал. Дошли, как делать? Я на велосипеде в Хорщино поехал, там мастер был, родственник. Я спрошу, а он не может, поймой был, не мог приехать сюда. Он вот так и так, когда будешь так, срапилу, то так и так. Дальше, дальше я опять. Я опять на велосипеде, я раза два-три в Хорщино за 15 километров туда-сюда смотаюсь. Даже ничего какое-то и не было. Ночь проспишь, встаешь опять силы. Понимаете, какое было? И у всех так было, какие строили как. Строили разные дома. Кто из камыша вот у нас? Первый дом это из камыша, обложенный кирпичом, построенный. Из самона, потом стали делать там деревянные дома. Вот так вот и было. Но мы только когда приехали первым, мы молились и просили, Господи, если угодно воле Твоей, то Ты утверди и благослови нас. На месте семьи. Потому что без Тебя, Господи, мы ничего не сможем сделать. И мы это благословение Божие постоянно испытывали на себе. Потому что с человеческими силами это невозможно. Кто-то осуждает, укоряет нас, что вот вы не так делали, нужно было бы как-то по-другому сделать. Я говорю, покажите, где еще есть. Так, я сегодня же все оставляю, баранов своих оставлю. Поеду и посмотрю, как они сделали. Поучусь у тех, которые сделали правильнее нас. Но никто не может указать такого места. Чтобы на голом месте, где не было ни одного жилья, ни одного жителей, стали и общие. Но у нас устав. Мы не просто так. Еще пытались в нашем районе точно так же сделать, восстановить поселок. Человек был состоятельнее. Не нам читать. У него были в то время десятки тысяч рублей. И он в нашем же районе, в такой же заброшенной поселок, он старался. Строил дома даже для приезжающих. Он строил дома на свои деньги. Было построено. У нас житель нашей деревни живет, который там, в этом поселке, хотел построить. Вот Игорь Блужков. Но у него ничего не получилось. Все развалилось. Все разворовали, растащили. И все. И он сам переехал в Мамонтово. Но он такой деятельный человек. Вновь начал там что-то торгует чем-то опять. Понимаете? У него не получилось. Почему? Потому что люди, которые... Он хотел там построить быткомбинат. У него было все на это средство. Но люди-то собрались такие, которые приехали оттуда. Началось и воровство, и пьянство. Ну и остальное все-все развалилось. Поэтому мы сразу, когда это, то составили устав. Устав такой. Первый, что человек, кто желает поселиться здесь, должен засвидетельствовать, что он не вор, не пьяница, не табакур и не спернаслов. Вот эти четыре качества должны быть у этого человека. Желательно, чтобы был православный верующий. Желательно. Если даже человек и не верующий, но он не заражен этими грехами, то слово истины в него вселится врач. Он может стать верующим. А когда всеми этими пороками человек заражен и не остается от них, то там невозможно присутствие Духа Святого. Ну и далее здесь у нас так, чтобы внешне мы зарегистрировали не только религиозную общину, она зарегистрировала в юстиции, но и общественная организация, деревенская община. В свидетельстве о регистрации написано, там цель регистрации. В нашей цели регистрации написано восстановление поселка на православных христианских заповедях и старинных русских благочестивых обычаях. У нас на территории деревни курить запрещается. Даже кто приезжает, если к нам с администрацией неверующим, мы на территории деревни курить не разрешаем. Выйдет за линию деревни, там покурить. Теперь относительно одежды. У нас мужчины, ну, мужского пола, ребята, значит, должны в рубашках быть под поясок. Это старинные русские благочестивые обычаи. Женщины, девушки в брюках или в коротких юбках это запрещено так же быть. Потому что об этом мы читаем и в Слове Божьем, 22 глава, 5 стих, 2 законе, облачающийся мужчина в женскую одежду, а женщина, мужскую, это мерзость пред Богом. У нас часто жалуются, вот что мне не везет в жизни, там, говорит, что-то не лазит за семьей. Да от того, что делаем сейчас-то мерзость пред Богом. Начни с малого сегодня. Говорит, не важно, что как внешне, нет, очень важно. Иоанн задумался в одном из своих бесед, говорит, так, христианин, христианин выделяется из мира во всем, во всем. Даже, говорю, в помывании глаз, то есть, в возгляде, как он смотрит даже, в одежде, в поведении, в разговоре, христианин должен выделяться во всем. Если из мира христианин не выделяется, то нужно его рассмотреть. А есть ли там христианство или нет? Наша динация в том, что часто мы так уже смешались с миром, православным, что нас и не узнают. А вот других сектантов можно узнать. Я без ошибок же узнаю, это баптистка идет или нет. Я был в Греции пять лет назад. И стоим на остановке, задержались, а там уже поздно. Смотрю, люди подходят, и я говорю, Марина, которая хозяйка, я говорю, Марина, это баптистович вы хотите. Она как, вы знаете, да, у них здесь, говорит, молитвенный дом у баптиста. Я в Греции, вы мог бы знать, что это баптисты. А православные? Никак он узнает. Греция. А? Греция. Да. Вот так. Поэтому мы приняли сразу такой устав. Квердый, значит. Вот. В уставе еще у нас то, что написано так, что все сделается. Благословение священника, уезжает, куда должен благословиться. Хотя и нарушает часто это, но нарушает ущерб себе. Почему благословиться? Потому что, когда уезжает куда-то, можно совершить молитву. А то уехал, я не знаю, дом он или нет, или что-то. Поехали в путь. Часто у нас каждую неделю выезжают в город. Потому что живем мы каждый от своего частного хозяйства. Каждый держит своих коров, держит там, свиней. И каждую неделю продукцию реализовали в город. Сметану, творог, молоко вывозят в город. То есть у каждого там есть уже свои покупатели, скажем, клиенты. Они берут уже. Поэтому, уезжая в город, каждый говорит, батюшка, я завтра еду в город. Ну, Бог, мы приезжаем. Я уже жраю, что в городе есть. Между делом дома, да где-то там уже совершил. Господи, спаси, сохрани у вас всех опасностей. Не разводить никакие костры в деревне. Жерь категорически запрещается. Потому что видим, что это грозит. Сколько деревень сгорает, горят десятки тысяч, сотни тысяч гектаров леса. Только из-за того, что там зажгли, там бросили что-то. И пошло, и заполыхало все. И горит. А у нас тем более, кругом суши. И нет никаких средств тушения, никаких нет. Ничего, только ведра, где таскать с прудоводов. Поэтому пожары уже были. Ночью загорелся сарай, но там потушили до дома, не было. Не дошло. Ничего не рубить, никакие деревья запрещаются. Деревья там сырые, где-то в лесу рубить. Видите, вот проехать дальше в Борщин, там нет ничего. Все вырубили в поселок. Сохранился только вот этот оазис, который возле нас. Дрова сухие, пожалуйста, бери там валежек полно заготавливать. Рубить, чтобы ничего не рубить нигде. Особенно беречь детей. Говорим, чтобы дети с посторонними, даже не подходили к посторонним людям, приезжающим. Сразу бежали там домой. Потому что за беспечность Господь нас наказывает. То есть бываем мы очень беспечны. Хотя у нас эта беспечность, это такая беспечность, которой нигде нет. Зайдешь и говоришь, ну ты уходишь. Хоть закрой дом, палку приставь. Нет, ничего нет. Даже палкой, говоря, не приставь. Зайдешь, обойдешься. Никого нет. Бери, можешь сесть и пообедать, и выйти, и никого, и нет, и ничего. Вот. Это беспечность. Так не должно быть. Однажды, когда я был в Америке, и там в одном крае, попросили меня рассказать о нашем поселении. Я зачитал устав, а у нас в уставе есть такое, что с замужними женщинами не проводить никаких материальных сделок без разрешения мужа. Да. Ну, вы выслушали, все хорошо. И одна вдруг стоит и говорит, а я не согласна. А с чем не согласна? А вот у вас там этот устав, как это я вот без этого, чтобы мужа это да... А если мне вот там что-то надо нового? Мы так кричим? Нет, это неправильно мы сделали. Вы, значит, там вроде унижаете женщину и прочее. Так не унижай. Глава семьи, кто муж глава? Поэтому должны подчиняться голове. Ну, вот так вот. А потом я спрашиваю, а кто это такая? Когда посликал. Ну, я говорю, что это говорит, это матушка отца-настоятеля. Настоятелем, там благощины, то есть большой человек. А это его матушка говорит. Поэтому я говорю, так, так, сюда. Ну, вот, основные так уже, чтобы долго я уже это вас не задержу. Ну, не должна скотина так же бродить. И по деревне собаки, чтобы не лаяли зря. Как-то приезжали. У меня тогда тоже была собака, даже бегала как-то собаки. И приезжали, говорят, а у вас есть собаки? Есть. А что-то они не лаят. Они говорят, у нас по разрешению только лаят. Хотите, вы все. Ну, он стоит, я, он что-то там стукнул, я крикнул. Ну, и она сказала, ну, смотри, лаят, правда ли, лаят. Ну, то есть, поведение скотины зависит от хозяина. И часто даже бывает так, что скотина, она по характеру похожа на хозяина. Почему? Так же она ведет себя как хозяин. Хозяин, если как-то спокойно с ней гуляет, и она спокойно гуляет с ним. Ну, если она брешет или брешет, хозяин никакого внимания не обращает. Ну, значит, ему все равно, хоть, говорится, да ладно, что там делается. А почему вышел ее там, говорится, дернул раз, да все, она уже зря не будет грехать в собаку. Собака понятнее живота. Да. Так. Не включать громко так же музыку, радио там или прочее, чтобы на улице не было громко этой разной музыки. Так. Ну, и еще, значит, что? У нас такое, что было принято, чтобы не брать под проценты никакие нигде деньги. То есть, как сегодня это, вот, брать там под большие проценты банка, а потом из тебя могут, говорит, и матрас вытащить с этой ночью. Чтобы не брать, обходиться. Лучше сегодня поесть сухари с водой, но пережить это время, не лезть тем более в мохнатую руку, которая, говорится, поставит только на счетчик и будут потом гнобить. Вот такие, вкратце, такие у нас пункты. Они легко исполнимые, вот, если кто только, ну, желает. Много за это время поселялись у нас, было больше. Три семьи у нас уехали за границу. Одни во Францию семья жить уехала, одна в Грецию, она гречанка. Вот. И в Германию. Вот. Уехали. Три семьи, которых по решению общего собрания предложили им также покинуть поселение за нарушение устава. Они покинули. Там за пьянку и другие нарушения. Делали три предупредения, когда общее собрание собиралось и решалось, чтобы сделать предложение, чтобы он покинул человек это поселение. То есть, жил, надо свободы, живи, иди рядом. Там, рядом село, там можно делать что угодно. Ну, иди живи там на здоровье. Мы выбрали из себя это место. Так, ты приехал сюда, согласился вначале с этим уставом, который есть. Подписался, я обязываюсь исполнять в уставе, вдруг ты нарушаешь. Поэтому, вот, три семьи, которые были по просьбе, выехали. Делали мы объявления в средства массовой информации во многие, значит, газеты. И по первому каналу даже наши объявления показывали в те годы. Было много откликов. Около двух тысяч писем получали. Но, большинство писем такого содержания. Мужики, я с вами, но я не могу. То и другое, я не могу там бросить курить. Другое, я не могу, я вот там ругаюсь, а это не подходит тоже. Ну, а другие, как, знаете, советское было. А я приеду, мне через сколько будет предоставлена квартира, вот, и какую должность мне дадите. С каким окладом, чтобы должность была. Хотя в объявлении написано, что каждый строится сам своими силами и на свои средства. Хотя сегодня мы уже живем в Полевче. Сегодня вновь приезжающему к такому мы можем оказать помощь. Помощь. Помощь такую, что можем уже его наделить скачиной, дать ему там корову, баранов, там, поросенка, куриц. Но условие одно. Что ты берешь, когда ты разживешься, через 5-7 лет, там, 10 лет, то то, что взял, ты должен вернуть или хозяину, или тому, кто еще приходит. У нас ходили так несколько коров, одна корова по сей день находится на таком положении. Дали еще? Да. Вот такую помощь мы сегодня можем оказать. То есть, ну, можем дать удочку. Не рыбу в рот положить, а дать удочку. Ловим рыбу. Это уже помощь большая. Не то, что мы когда приехали, не было ничего. У нас не было ни денег, ничего не было. Никто нам, государство, нисколько, нигде, ни одной копейки, ничего в это не вложило. Все делали сами, своими. Это, да, помогали. Но помогали частные люди, скажем так. Частные, кто-то образовательные. Помогали. Материальная была помощь. Не такая большая, но по тем временам это было внушительно, скажем так. Вот стоит ГАЗ-66 этот машина. Этот подарил мне Владыка Марк Берлинский в 93-м году. Эта машина. То есть, дал мне точно марать на это. Я купил вот эту машину, новый, купил в магазине. В магазине, он нам сильно в те годы помог. Мы могли в город вывозить, там, картошку на продажу, там, стройматериалы возить. И все было. Ну, сейчас у нас она уже как бы специально, только по деревнему. От комбайна там отводят. Вот помощь, что-то такие были помощи у нас. Ну вот, примерно так. Вкратце это все. Кто-нибудь что-нибудь желает наполнить? Я смотрю, здесь приехали наши бывшие жители, потеряющие. Вот, которые мы вместе росли, голубей попоровали вместе. Да. Вот. Ну, есть что-нибудь сказать у кого? Слово предоставляется, свободно, пожалуйста. Давай. Только недолго, а то суп отстынет. И вот, кто-то сказал, как строились, какие ошибки, какие преимущества имели перед другими, что не ворвали, не пили. Жить можно. Но вот на нашем примере можно сделать выводы более глобальные. Это попытка. Удавшиеся или неудавшиеся, вы просто сами видите. Есть пустые дома. Есть люди, которым отказано было, которые сами уехали. Поняли, ему это не надо. Я думал, тут разбогатеют. А тут работать надо. И Россия именно так и заселялась. Когда шел Хабаров, до Хабаровска. Ярмах не все время воевал, они много строили. Так вот, я хотел сегодня просто немножко напомнить. Много муссируется о том, что Россия должна встать. Это будет Третий Рим. И то есть, вот это вот все идет. Эти идеи надо оставить давным-давно. Вот на нашем примере, посмотрите. Как попало, можно что-то сделать. Пьянь, дрань, это все подзабожное. А жить по-христиански русский человек не готов. Просто так, открыть ворота, никаких требований нет. Поэтому, к нам накрыв такой был людей, когда крещение шло. Мы бы не успевали крестить. Ни одного не крестили. Катехизации нет. Приезжайте. А зачем мне надо? Храм открыт, я пойду, деньги кинул попу, и мне покрестят, что угодно сделают. А никому это не надо. Поставлена задача истребления славянского населения. Вы, грамотные люди, все это знаете. План Дарвиса, Гавринский проект. И он воплощается в жизнь, и на это есть очень мощное основание у них. Самый непокоримый на земле народ, это русский народ. Это вот здесь у нас особенно видно. Я не согласен. Почему он не согласен, с чем не согласен, не могу сказать. Он не может сказать. Это внутри его генетически наможено противление. Вот сколько указов было. Здесь был Антоний, епископ. Я бился за то, чтобы было правильное крещение. Я о духовной стороне говорю. Ко крещению надо готовиться. Канона от 3 до 5 лет. Любой приходит, деньги заплатил, пошел. Поняли это. Я писал в патриарху. И вдруг от патриарха Алексея II выходит. И приходит на собрание. И крестить только в полное погружение. У меня материал, если какой, апархиальный, какого числа. Все указано. Дальше. Антоний. Один раз, только в полном погружении. Второй раз, как делали, так и будут делать. А что нужно делать? Канон гласит. 50-е правило апостольское. Идея работает на стройке народного хозяйства. Не мути году. Православная вера. Она должна соблюдаться. Не просто я православный. Пост нарушает люди до 90% процентов. На 2 года отлучения правила 69-е. Ты что беззаконничаешь, Поп? Ты же обращаешь людей. Коснитесь сами себя. Вот мы здесь это и показали. Включить правила, и сразу все начинает расползаться. А зачем? У меня альтернатива ряда. Я пойду в храм. Любой. И мне сделают. Да вы придумали здесь что-то? У нас епископ Евтихий был. И он это понял. Ну понял-то понял. Надо понять еще как. Маленький пример. Да не анекдот. Это Олесков говорит. Познакомился православным батюшкой с сенсом католическим. Ну как исповедует ты? А как ты исповедуешь? Да я грешный батюшка. А почему ты не узнаешь грешный? А зачем не нужно? Да она опять туда же идет. Идет. А ты узнаешь. Перережь эти нити. И он батюшка решил. Я буду так исповедовать. И вот она исповедуется. Я жила у хозяев у таких. Они богаты. Я своровала. Он никогда бы не спросил. Что своровалось? Ну ладно. Бог тебе. Петр Хиллю. 15 поклонок. Иди от тебя. А что своровала? Он теперь начал как католический фиксен. Часы. А какие? А сколько было у хозяев? Он решил узнать. Перекрыть. Да богу это. С хозяевами поговорить. Ну у них есть там. Такие часы. Они на потолка стоят. И другие у хозяина. Ручные. И как ты их вынесла? А я под платье положила. А какие? Ну какие? Одни сейчас и такие. Другие на потолка стоят. На стене это. Он не запутался. Вопросы. Какие? Надо проникнуть в души человека. И вот с этого здесь батюшка начал. Вы сами себе просто перекиньте. Маленько так. Расслабьтесь. Вот сегодня вы приезжаете. А нету села. Нету. Пустое место. Нету тебя за явно дружок. И храма никакого нет. И одежды никакой у тебя нету. Один крест. Да тот может быть. Давно уже сняли с тебя. А вот теперь. На пустом месте начинай. Ведь 99% пугового вы в огородном будете стоять. А не знаю. Дайте мне храм. А дайте мне. Все кончилось. А начали с нуля. Как апостолы делали. И до конца вселенной прошли. Они как на крыльях облетали. А для этого что нужно? Пройти путь из трех ступеней всего-то. Три ступени. А они в церкви сегодня не выполняются. Первый ответ из себя. А себя значит своего и я. Это я надо сначала узнать. И свои недостатки. Приверженность. Я к такому-то расположен. Шаргунову. Начинает перечислять. Ко Христу нет поверженности. Отвергнуть себя. Растопчи. Как слепее говорят. Как в Захарии было сказано. Снял камелапку и на ней потоптался. Вот так растопчи. Хвалит тебя. Поносит тебе все равно. Ты умер. Павел Геораспределемера. Начни с нуля. А второе возьми крест. Тебя будут поносить. Тебя будут воровать. У нас первая лошадь. Кое-как достали. Проходит немного времени лошадь рядом. Вот на полночке где мы шли. Ну рядом прям послать. Забегает храпить. И батюшка не поняла же, что железный штырь вот тут и в спину лошадь загублена. Здесь не хотели люди отдавать? Потому что эти земли были отданы другим. 20 лет села не было. Батюшка назвал цифру немного неправильно. Не около 300, а более 400 только на Алтае. За последние примерно 20 лет в России погибло 21 тысяча. Все. Больших и малых. На основании которых строилось государство. Это катастрофа. Лучше умы уплывают на границу. А вот начни то, что он там кончает, и чтобы здесь был. И чтобы талант посвятил не только для себя. А с чего начинать надо? С себя. Отвязь не себя. Я хочу сказать о благовестии. Наш труд совершенно необычный. Батюшка просто не коснулся этого. Я проповедник, миссионер, 51 год. Которых священники вы слышите, которых не слышите. Они в моем доме пришли. Убитые хришнаиты, мегулаты. Это в моем доме пришел. Племянник Суслова. Главный идеолог СССР. Динамик Вас, магистр богословия, его книги. Знаете где? В моем доме пришел. Это Бог дает. Уж на что Олег Стеняев? Самый, я считаю, лучший, по слову Божию. Он говорит необыкновенно продуктивный, что на меня говорится. Хотя не расположен, но он должен это признать. Но самое главное, мы к себе никого не зовем. Таких в общем нет. Вот только за два года, 13-12 год, мы проехали. С миссией у меня 38 книг вышло. Каждой библиотеке дали, перед народом наступаем. 360 сил и городов. Вот сейчас мы должны пройти, начиная с Польши. Сейчас Украину нас не пускают. От 16 до 60 лет, московское население туда не запускается. Закон приедет. Через Польшу должны пройти теперь в Грецию, в Италию, доходим до Португалии, открываем везу в Англию, всю Скандинавию, Прибалтик и уходим на север до Мурмонска. Это нынче только у нас такая программа. Так это невозможно. Вы еще все не знаете. Какую подготовку Англии ведет встреча. Самое удивительное, Финлянская церковь, патриаршая Московского, запросили обо мне, патриархия дала согласие на встречу. Вещь неслыханная. Значит, что-то меняется. Если теперь там готовятся игумы, там монастырь, подосла где-то. Это невозможно. Тем более на русской этой кочергетой, на газели. Они одной поломки практически, не считая пошибников. А что будет, не знаю. Но самое главное, я за 50 лет ни одного человека никуда не позвал. А выступаем везде. Это речь идет не от двух, а от 500 мест в общей сложности. Всех до единого направляем в храмы Московской патриархии. Нигде, ни разу, никуда не посылали. И самое большое противление от Московской патриархии. Вечно объяснимое, иначе в столетие не будет поняты. Да горызие-то может быть. Может быть. Об этом патриарх уже запрашивает. И не просто запрашивает, а с великим интересом. И вот это не случайно здесь. Потому что поговорили с епископом Сергием. Они видят. И есть момент, который нас еще не полностью сближает. Мы не идем по домопору. Там, где нам никакой боли уже не дают. Вы себя знаете. Человеку надо дать свободу. Свободу в действии во Христе Иисусе. 21 тысяча сел луну уничтожены полностью. Только потому, что люди не знали Христа. И определение того, кто мы такие, определяет молитва. Утренняя ночная молитва. Ищение отношения к Слову Божию. Вот это мы поставили в углу. Два слова. Христос и Библия. А результат какой? Людям это не надо. Но есть кто отвлекается. Есть очень много. Которые не здесь. Но они не могут не построить ничего. Восстановить Россию на тех основаниях, Которые у нас поставили не то Россию, Ни одного села в России нету такого. Чтобы строго придерживаться этих правил евангельских. Без подготовки никого не крестить. По форме одеты. Ну, сами посмотрите. Вы единственное, что можете планку принизить. До грязной лужи. Это все можно делать. А каноны-то как гласят. Один обор 10 лет. Правило Василия Великого второе. Ну, включите-то все себе. А вам никто не давал право нарушать правила. Ты попадаешь сразу же под это правило. Тебя на 10 лет надо спущать. И поэтому мы не просто собрали здесь. Помолиться вместе. Побеседовать. А чтобы каждый задумался. А много ли у вас последователей? Бог знает. Но мы показали. Возможность есть. Это можно. Сегодня намного легче. Если кто не знает, какая инфляция была, я скажу. Я судился с властями. Когда мне изъяли, я был реабилитирован. Дарился и судился. 10 061 коэффициент. Если стоило рубль, то теперь надо 10 061. Когда мы начинали, нигде ничего нельзя было взять. Даже за деньги. Но Бог располагал в сердце людей. И когда меня спрашивают, что самое большое в вашей жизни было, такое запоминающееся, я просто хвалюсь. Я узнал, как много у Бога добрых людей, о чем батюшка сказал. И вы-то приехали здесь все по доброте. Епископа, сердечному желанию, тем более, многим мы уже знаем здесь. Второе. Почему-то эти люди встретились в моей жизни. Почему? Мы могли обойти друг друга и никогда не встретиться. И почему-то эти люди не просто встретились, а приняли, как батюшка говорил, деятельное участие в деле, которым я занимаюсь. Вот нам ехать. А у меня минимальная пенсия 5 500. Мне не давали работать. Я только мог при милиции и в охране работать. Какая там? В охране. В неведомственной охране. Мне нигде не давали работать. В любом университете я сдал 1 пятерки. Через 6 дней я уже вышел. Это история нашей страны. Но и здесь можно работать. Здесь. Потому что там в милиции каждый месяц все офицеры собираются. Я был единственным, кто до краевого управления над всеми имел выход. Поповедовать. Говорить. А сейчас встречаются люди, которые... Представьте, военный следователь. КГБ теперь священник, батюшка. Начальник тюрьмы у меня по-христиански. Следователь вернулся. Ну тогда, здесь, я не знаю, как, городок или как называют, полное крещение. Там, кажется, у Георгия Китова было где. Полное погружение принял крещение. Следователь, который меня допрашивал. Работать надо везде, но нужно отвезти от самого себя. И вот просто себя выдерживайте из этой ячейки, из этой обоймы. Ну, конечно, вот друг друга... А ты один. И сегодня ты арестовый. Ты на майдане стоишь. И сегодня ночью, и вчера убили священника, я говорю. Сергий, кажется, наш батюшка. Помолились на смерть. А этот майдан-то у нас внутри. Вот это не покорилось. А не покорилось чему? Заповедем Божьим. Заповедь сказана, вопросы сняты. Я на колене перед Богом. Дай силы выполнить. А выполните. Я повторяю, средств нету. И друг совершенно незнакомый человек, совершенно незнакомый. Я слышал, он вынуждается в средствах, да. Но я принимаю не от всех, а только от тех, которые на 100% уверены, что я ни одной копейки не проем, не проезжу, не пропью, не проблужу нигде. Я знаю. Идите, получите. Сразу сто тысяч. Маленько погодя, звонит кто? Сан-Франциско. Маленько погодя, Сакраменто. У вас сказали, храм во имя Климента Анкирского. Да нет, это лагер Климента. А у нас дядя Климент умер. Она говорит, ну у людей мнение такое, что раз Климент, и Климент называется храм, то там высший бог слышит. На утро уже средства в руках. Люди, которых я не знаю, даже как сбать. Просто мы молимся. Если дело угодное Богу, то препятствия будут им же устранены. Вот нам говорят, в прошлом году мы шесть мусульманских республик прошли, 15 государств. Там Германия, Австрия. Только не ездите в Бальжам, Чечни. Мы два раза в Чечне в прошлом году были. Во всех национальных библиотеках теперь наши православные книги. Евангелие. Евангелие, столкование блаженного Пепелакта. Но мы поехали. За нас молились все. И епископы, и священники. И здесь, и за границей. Молились сектанты, молились мусульмане. В доме молы и молочуют. Идет беседа. Это все в интернет выставлено. Просто, братья, дорогие. Начните по-другому. Это последователи будете не нам, а Христу. Рассеем не поднять. Но хотя одна душа спасется, вся жизнь твоя будет оправдана. Все встанет на место. Я как мог. Потому что мое старание, это я что, сею. Потом поливаю, плачу и говорю. Это нуль. Ничто. Все Бог возвращающий. Он дает силу корням, силу влаги. И поднимается, и будут эти плоды. А какие они будут? А ты знаешь, я ничего не знаю. Я знаю, как оно твердо, что я ничего не знаю. Доверие Богу. И мы собрались подтвердить это. И мы увидели своими глазами. Вот это крохотное, маленькое. Но оно вызывает такой огонь на себя отовсюду. Кто бы он ни был. Ну, простые примеры. Я говорю, приехал Антоний, патриарх Алексей Второй спросил, а какие у вас отношения с Игнатием? Я обо мне спрашиваю, патриарх лично. Да, почему? Я им писал об этом. Вы будете, Кириллу писал. Вы ответите за все, что делается сегодня. Вы имеете доступ к сердцам народа. На скамье подсудимых, я в пяти университетах вел занятия, во всех отделах милиции, на радио три программы. Везде повторял одно. Главное, вот как вы сейчас сидите, будете сидеть. Те, кто имел доступ, учителя и священники. А что же тогда нам делать? В первую очередь, русский народ беспокаянный. А почему? А вы сами посмотрите, как в мире делается. Сегодня клеймят бандеровцы, там бандера, то другое. А сегодня уже доказано, что коммунизм десятки раз служит фашизмам. Гитлер своих не уничтожал. Эксперимент с революцией обошелся сто миллионов голов, как предсказывал Достоевский. А покаяние-то папа принес, чтобы на Ливии. А весь жидов спасал Россию русская наработка. Да старик только давно, он сказал, еще хоть одного умею троните, беседе будете здесь. Этого не было сделано. Мы потеряли саря, потеряли самое лучшее, более прогрессивной страны, чем в России не было. И чем кончилось? То, что искали врагов во мне. Главный враг. В зеркало посмотри. Сколько же упущено. Ты имел доступ к таким людям, почему ты их пропустил. Вот к нам, кто приезжает, мы обязательно побеседуем. Батюшка не просчитал даже. Кто появился в деревне, мы обязаны подойти, рассказать, показать. Я вчера просчитал про одного предпринимателя, он тут очень много поднял. Калинин Юрий. Кадник его село поднял. Я не верю, но узнал его телефон, уже в городе должен встретиться. Это наши люди. Посмотреть. Знаете, он Христа. С Христом он сделает тысячу раз больше. А у вас перед глазами, батюшки, проходит такая масса людей. Узнавайте таланты. Помогите это развить. Не надо говорить о Родине, об Отечестве. У нас одно Отечество в небесах. Говорите о Христе. Христос нам дал жизнь, дал этот земной шар. Пока говорим сейчас, сотни тысяч километров, что земля пролетела. Мы ничтожность свою, вот вчера только слышали, про Патяна Златовуста об этом, не можем понять, кто мы такие. Нужно сказать, я ничто, все ты, живи во мне. Два вопроса, нерешенные православию по сегодняшний день. Рождение свыше и вводимое Духом Святым. И как и певр, всему словам Серафима Савровского, стяжание Духа Святого. Вот на это, ни два, ни три, сто процентов должны быть направлены ваши силы. Какая силища-то у нас сегодня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть священников, яков, седьмой сидит. Чтобы нас не назвали на суде Божьем паралитиками, которые упустили в благоприятный момент. Церковь упустила, двадцать миллионов, двадцать миллионов потеряли бы. Абортов только за время перестройки сто двадцать миллионов. А эти люди прошли через ваши руки священники, которые Кашпировского смотрели, слушали. С вас будет громадный спрос. Ждали возрождения церкви, а ее нету. Почему? Бросили слежевать. Все, деньги, храмы, храмы Бог не заповедал нам строить. Он заповедал храмы строить, вот эти, духовные. Вы храм Бога живого. Вы, вот о людях надо было забыть, так ждали, что это будет, еще они нету. Между собой, грызня, подсиживание, вплоть до епископов. Самая непокоривая нация и покоряет Господь. Вот батюшка, он сам-то пришел через меня, но он и не духовный отец. Ему не все нравится, что я делаю. У нее приехали люди, один из примеров, просто показать, как мы можем с ним близкие быть. Сидят за столом. За столом женщина должна быть в платке, и все руки-таки все закрыты были. А вон у свободно матушка сидит. Я не пройду, чтобы не сказать. Батюшка, а что они у тебя так сидят-то? Батюшке ясно, что это неудобно. Его друзья. Он мне говорит, время уже позднее, может, тебе пора домой идти. Знаешь, как не обидно? Я вышел, вышел. Он благодарил Бога, какой же у меня брат хороший. Я лично ничего не сказал. Но батюшка, у него качество есть такое, он вас противится. Но тут же придется спросить, а как это лучше сделать? У него просто неоценимое вот это качество. И вот она нам помогает, два вала в одну упряжку и запряженную. У нас этот был главный цемент. Слово Божие, батюшка. Без батюшки ничего бы этого не было. Без благовестия ничего бы не было. Но это крохи. В один день тут может быть наполнено. В прошлом году были там воды, потопили многое на Востоке. И мы сразу дали заявку. И попало письмо Медведеву, Дмитрию Анатольевичу. Вот ответы дает. Поднял все на ныне. Но там поставили, чтобы не один не выехал. Дать жилье там, просушку, пушки привезли. Мы говорили, 70 человек можем все это принять. 70. А весной начать строиться. Сейчас Украина может такой всплеск дать. Когда начинается, сейчас они прямо выступили. 6 миллионов русской биомассы уничтожить. И до времени мы можем до дому не доехать. Войска стоят рядом. И Путин прямо сказал. Уже думаю, одобрила. В любой момент могу вести войска. Когда на русских начнется геноцид. Убивают мало. Русских, значит, убивают сотни любых. Войдет в один день. Вы слышите о чем? И поэтому Путина не ругать надо. Патриарха не ругать надо. А молиться. Чтобы доброе начинание, которое они делают, Бог сам совершил. Бог в свое время нужного человека выдвигает. Ругать для этого таланта никакого не надо. Слово сказать. Я на того, сейчас я фразу одну скажу. Я на того, чтобы обратить человека, приобрести его для Бога, нужны тысячи талантов. А чтобы крестить, ни одного не надо. Достаточно быть рукоположным, потребнику просчитать все и быть не запрещенным. Поэтому просил Бога таланты, как подойти к человеку. Нигде ни одного слова лжи не сказать. Сказал. Не бойся выйти перед паспием и попросить прощения. Патриарх должен выйти сказать за прошлое. За прошлое что было. Как сделал Папа Русский. Это освобождает нацию от тяготеющего греха. И об этом надо молиться. Да он не слушает патриарха. Тебе не за патриарха отвечать, за самого себя. Поэтому в твоей молитве имя патриарха должно звучать с призывом, чтобы Бог ему все это открыл. Чтобы страна освободилась от тяготеющего над нами проклятия. Нас многие люди в мире проклинают. Хуже никого нас нет. И нам нужно сказать так. Вот этого музичка застрелили. Знаете, Александра этого. Но у него-то, почему не глядите? У него три дяди все в архипелаге в углах погибли. А кто его таким сделал? Как Растангуев поет. Да, лежат ромашки, лежат там умерли. Но кто-то их потолкнул к кладбищу. Работы нет. Только одно питье осталось. Бог найдет это все. Но вы имеете доступ. И вот благодаря вот этой встрече, и мы можем что-то уже начать делать. Притом, я попрошу до октября месяца не забывать о нас. Мы идем по опасному месту. С Украины пришлось вернуть. И чтобы попасть в Грецию, мы поднимаемся тысячи километров к северу. Уходим в Польшу. Уходим из Шенгенской зоны. В Словакию. Опять. В Болгарию мы не приняты. У нас такие препятствия. Но мы верим. Бог это сделает. Уже подготавливаются встречи в разные государства. Притом от одного к другому. График. Когда можем поехать в Шотландию, в Англию. Нам нужна помощь. А что люди не знают? Не знают. Поэтому такие вопросы, которые вообще сегодня неразрешимы. Нужно учиться брать доброе везде. Кто бы с нами не встретился. У мусульман столько хорошего. У сектантов, у реки Тихов столько доброго. А у православия пока дать вот это целомудрие, каноны, рукоположение, силу духа, которая была в апостолах, которая с нами вместе находится. Аминь. 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 Ведущий день. Соколおお lawn. Сокол. У�실е mieszкаем. Ответ tough care. Нас бываетking. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вкусно-восвязи, брат. Вкусно-восвязи, брат. Вкусно-восвязи. Там 1770 только наших роликов. Батюшка, там все найдете. На той стороне написано. Все данные. Это новая визитка у нас. Проходи. Вон туда на общую скамейку. Стоп. Мы же открыли. У нас еще всякие. Круто. На. Перейли. И до вечера. Давай, вот сюда. Заходи. Заставил. Сколько не было. Проходи вот сюда. Да. Отец. Иди сюда. Вот новая у нас. Что значит? Куда это? На той стороне наш югул, все там, в видеокаранты, то, что снимали, завтра будет, посмотрите. А, не забывайте. Вот эту угрозитку перезадите епископу Сергию. Ну, его секретарию я дал. И там вы умеете, скажите, что снимали. Снимание там было. Пожалуйста, помолимся, чтобы уже салаты там брали. Батюшка. Христос воскресе измертвы, смертью смех поправ, несущим в ограбежье вода рабам. Христос воскресе измертвы, смертью смех поправ, несущим в ограбежье вода рабам. Христос воскресе измертвы, смертью смех поправ, несущим в ограбежье вода рабам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Ныне пресны во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос воскресе измертвы, смертью смех поправ, несущим в ограбежье вода рабам. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови.